За выход в финал сражались команды девушек и юношей из городов Смоленска, Вязьмы, Десногорска и села Тёмкино. В первый день игр среди девушек боролись спортсменки 19 и 34 школ Смоленска, команды Тёмкинской средней школы и Десногорской школы номер 3. Юношеские команды представляли 19 и 29 школы Смоленска, школа номер 2 из Вязьмы и Десногорская школа номер 4. Все спортсмены показали хороший уровень подготовки к игре. Отрыв в очках между командами был минимальный. Во второй день за звание лучшей мужской команды соревновались ребята из 29 и 19 школ Смоленска. До финальной игры среди девушек дошли смолянки из 19 и 34 школ. Состязания выдались жаркими. Чтобы разрядить напряжённую после игр обстановку, организаторы устроили для баскетболистов и гостей лёгкую разминку. Здоровый образ жизни поддержали глава города Андрей Шубин, олимпийская чемпионка по баскетболу Ирина Сумникова и тренер Центра спортивной подготовки «Динамо-Росэнергоатом» Даниэль Кобедин. На спортивном празднике отдельного внимания удостоились и те, без кого юные баскетболисты не смогли бы добиться спортивных вершин. Грамоты и награды получили учителя, тренеры и наставники. Региональный финал школьно-баскетбольной лиги не обошёлся без традиционного дружеского матча. В поединке встретились профессиональные спортсмены и игроки кайсбаскета. Опытные баскетболисты хоть и поддавались, но старались показать юным спортсменам свой уровень владения мячом. Все два дня спортсмены яростно сражались, зрители воодушевлённо болели, а гости вдохновляли и делились положительными эмоциями. Ребята, девчонки, вы сделали это. Я горжусь вами. Спасибо вам за имя. Молодцы все. Я очень горжусь, что пять лет назад мы были приняты в дружную семью кайсбаскета. Я очень горжусь, что с ним пять лет мы проводим свои финалы самым спортсменным для меня в городе, в городе Матамщиков, Десногорске. В итоге десногорские спортсменки удостоились бронзы. Серебро и золото забрали смолянки. В поединках среди юношей десногорские спортсмены показали не лучший результат и в тройку призёров не вошли. Первое место заслуженно досталось смоленским ребятам. Наиболее ценными игроками признаны Елизавета Богданова и Дмитрий Денищич. Командам-победителям вручили путёвку на финал чемпионата Центрального федерального округа, где они будут с гордостью представлять Смоленскую область. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна-ТВ. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Дмитрий Денищич. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Дмитрий Денищич. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Дмитрий Денищич.